Решающему дню голосования 22 мая предшествовал подготовительный агитационный период, который закончился накануне. В его рамках участники проводили встречи с избирателями и дебаты. Предварительное голосование в Ленинском районе началось ровно в 8 утра. На территории муниципалитета было 10 избирательных участков. Если говорить про сельские и городские поселения, там, собственно говоря, по одному избирательному участку мы можем наблюдать невысокую явку. Это связано с тем, что сегодня выходной день, люди потихонечку приходят в течение дня. То в городе Видное мы на сегодняшний день имеем 4 избирательных участка, на которых работают члены счетной комиссии. У нас их там по 5 человек. Соответственно, количество людей, конечно, очень большое. То есть интерес к самой процедуре проведения предварительного внутрипартийного голосования очень серьезный. Голосовать мог любой зарегистрированный житель района, если ему к моменту сентябрьских выборов исполнится 18 лет. На участке избиратель получал 5 бюллетеней. Предварительное голосование является рейтинговым. То есть в бюллетене можно отметить не одного, а сразу нескольких понравившихся претендентов. Чтобы было проще сориентироваться, бюллетени различались по цвету. Желающих отдать свой голос оказалось очень много. Чтобы только зарегистрироваться, нужно было сначала постоять в очереди. Проходит здорово. Народу очень много пришло. Явка огромная. И, в принципе, все хорошо. Только единственная очередь длинная. Те организационные недочеты, которые впоследствии мы, конечно же, учтем. Потому что все-таки время ожидания для того, чтобы проголосовать, оно должно быть максимально сокращено для удобства наших избирателей, наших жителей. Как отметила Маргарита Макеева, председатель участковой избирательной комиссии номер 053, которая была расположена в Видновском художественно-техническом лицее, явка очень хорошая. На 13 часов пришло 465 человек. Народ очень активен, бурно реагирует на все события, которые у нас происходят сегодняшним днем. Многие понимают, что обязательно нужно прийти на праймерис на предварительное голосование и отдать свои голоса за тех кандидатов, которые они считают в дальнейшем будут участвовать на выборах в сентябре месяце. Для избирателей, пришедших на праймерис с маленькими детьми, были организованы мастер-классы по изготовлению игрушек. Лицеисты помогали малышам смастерить поделки с помощью различных техник. Мочала игрушки. Раньше в соревну делали детям игрушки и соломы, ну или мочала, а сейчас как бы то же самое, только мы украшаем уже по-другому. Как соломы на лошадке. Итоги предварительного голосования будут поведены 27 мая, а основной этап выборов состоится, напомню, 18 сентября. Наталья Буслаева, Ядами, Елена Кошелева, Видное ТВ.